И в завершении выпуска новости спорта. В Нарьинмаре определили победителя ежегодного турнира по мини-футболу на Кубок Ненецкого регионального общества «Динамо». Финал прошел в спорткомплексе «Лидер». Наталья Дуркина расскажет подробнее. С начала матча обстановка на поле достаточно напряженная. Спустя две минуты после свистка гвардия забивает гол ворота СКА. Однако он не был засчитан. В первую половину тайма преимущество у команды воинской части. Игроки на 12-й минуте успешно атакуют ворота соперника. Следом и еще один гол. Впрочем, гвардия сравняла счет под конец тайма. В результате ничья. В перерыве записываем интервью с игроками. Отсутствие болельщиков, конечно, влияет определенным образом. Все-таки, как всегда говорят, в большом футболе, в мини-футболе, что действительно болельщик – это дополнительный игрок. Но сегодня наша команда заменила болельщиков. И те игроки, которые ждали, в своей очереди, перед выходом на поле, они все-таки все эмоции за весь зрительный зал старались поддерживать в зале. Во втором тайме удача оказалась на стороне команды гвардия. Забив в ворота противника три гола, они поставили решающую точку в борьбе за первое место. Тем самым матч завершается со счетом 5-2 в пользу Росгвардии. Несмотря на то, что команда СКА проиграла, футболисты все равно остались довольны игрой. Все выложились на максимум. Достойный соперник, достойная игра. Я думаю, что счет по игре. Все боролись. Победил сильнейший. Команда гвардии уже второй год подряд одерживает победу. Тем самым приближая себя к тому, чтобы оставить переходящий кубок себе. Так, ребята, молодцы, конечно. Ну, они в чемпионате округа. Играют достаточно всегда на равных. И борьба – это то, что у них всегда внутри. Без этого никак. Эмоции шкалят. Всегда претензии судьям, претензии друг к другу. Сегодня у нас обошлось без красных каточек. А так, конечно, борьба жесткая идет. Турнир по мини-футболу среди коллективов Ненецкой региональной организации «Общество Динамо» проводится уже седьмой год. Среди участников были не только представители силовых ведомств, но и воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Это переходящий кубок, медали и номинации «Лучший игрок», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир» и «Лучший вратарь». По итогам турнира серебро у команды воинской части СКА, бронза у команды УМВД. Награду «Лучший вратарь» получил Сергей Веремчук из команды СКА. Звание лучшего игрока и лучшего бомбардира взяли Павел Токарев и Сергей Крюков из команды Росгвардии. Что касается лучшего защитника, эту награду забрал Илья Дружинин из УМВД.